Детский технопарк Компания стала одним из инициаторов появления современного технопарка в городе Герои. С начала августа стартовал набор ребят и уже от желающих нет отбоя. Компания рассчитана на 200 человек. Это полная вместимость нашего корпуса. На сегодня второй день у меня практически половина мест. Уже подано заявление на половину мест. Я так понимаю, это главный показатель нашего региона о том, что все-таки у нас родители обеспокоены отсутствием такого технопарка. Это достаточно мощный посыл к руководству области, к различным предприятиям, которые готовы сотрудничать с нами. Потому что только в сотрудничестве возможно полностью развернуться, создать ребятам какие-то задачи, условия, чтобы они их могли здесь тоже выполнить. И они реально это проекты рабочие. Большой плюс Кванториума – это сочетание различных сверхсовременной науки, которые ребята будут изучать с опытными наставниками. Существует три основных направления обучения. Это Гео плюс IT, Авто плюс Энерджи Квантиум, Дизайн плюс Виар. А также будет существовать хай-тек-цех, где ребята будут воплощать жизнь в свои идеи. Совсем скоро здесь появится дополнительное современное оборудование. А на каждом столе учеников будет ждать 3D-принтер. Пришедшие на занятия познакомятся с программированием, сетевыми технологиями, веб-разработкой, геолокацией. Я пришел в Пантомиум из-за того, что мне понравилось программирование, создание игр, сайтов. Я хочу этим заняться. Я не знаю, как это, но хочется понять. За такими технологиями будущее, потому что сейчас все делается в компьютерах, ничего не делается без них. Вообще мне очень хочется узнать, что тут вообще делают. И мне очень хочется каких-то роботов создавать, как-то управлять ими. Мне бы хотелось робота создать, который убирается по дому, в улице убирает, чтобы все было чисто. Здесь также будут преподавать пока что одно из самых уникальных направлений – промышленный дизайн и VR. С помощью виртуальной реальности школьники будут не только создавать плоские модели на компьютере, но и смогут воплотить свои фантазии в объеме с помощью специального шлема. Преподаватели отмечают – это не игры, а серьезные уроки, которые пригодятся их воспитанникам в будущем. Самое, наверное, интересное – это не игры, а то, что с этим можно работать очень интересно, очень современно, очень по-новому. Во-первых, это возможность создания программ обучающих для работы в реальной среде без использования реальных предметов. Например, это может быть ремонтные работы, строительные работы, всевозможные вещи. То есть имитация реальных действий, событий в нереальном мире. Сейчас идет набор в технопарк. К слову, все занятия для учеников 5-11 классов абсолютно бесплатные, а принимают сюда всех желающих, вне зависимости от подготовки. Уроки для тех, кто желает попробовать свои силы в науке, начнутся осенью. Сабина Саблина, Максим Ющеряков, телеканал «Волгоград-1».